Том 9. Книга 2. Беседы на послание к римлянам. 483. Предисловие. Постоянно слушая чтение посланий блаженного Павла, каждую неделю дважды, а часто три и четыре, когда мы совершаем памяти святых мучеников, я радуюсь, наслаждаюсь духовной трубою, восхищаюсь и воспламеняюсь желанием, узнавая любезный мне голос, и мне почти кажется, будто он явился и присутствует передо мною, и я вижу, как он беседует. Но, с другой стороны, я скорблю и сокрушаюсь тем, что не все знают этого мужа так, как должно знать, а некоторые находятся в таком неведении, что не знают ясные числа его посланий. Это бывает нет недостатка учения от того, что не хотят постоянно беседовать с этим блаженным. И мы то, что знаем, если действительно что-нибудь знаем, уразумели не при помощи природной способности и остроты ума, но вследствие того, что постоянно были близ этого мужа и ревностно прилежали ему. Любящие знают дела любимых больше, нежели остальных, так как поистине заботятся о них. И блаженный Павел, показывая это к филиппийцам, и говорил так к филиппийцам 1.7. Говорит, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих, в благодати. Таким образом, и вы, если желаете с усердием внимать чтению, не будете нуждаться ни в чем другом, потому что не ложно слово Христа, который сказал «ищите и найдете, стучите и отворят». Но, так как у нас большая часть собравшихся здесь приняли на себя заботу о воспитании детей и о жене, и попечении о доме, и вследствие этого не могут согласиться на то, чтобы всецело придать себя этому труду, то, по крайней мере, постарайтесь принять собранное другими и уделите слушанию того, о чем здесь говорится, такое же большое внимание, как и собирание имений. Правда, хотя и стыдно требовать от вас одного только этого, но будет приятно, если вы и в этом не откажете. Ведь отсюда, от незнания Писания, произошли бесчисленные бедствия. Отсюда произросла великая зараза ересей. Отсюда нерадивые жития, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания, вынуждается много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза перед сиянием апостольских глаголов. Ведь язык апостола Павла воссиял ярче солнца. Он словом мучения признашел всех прочих и получил обильную благодать духа, так как больше других потрудился. И я утверждаю это не на основании только посланий, но и деяний. Если где-нибудь был удобный случай для проповеди, всюду предоставляли ему. Потому даже и неверующие назвали этого апостола Гермесом за совершенство слове. «Намеревающимся приступить к посланию этому, необходимо сказать и о времени, в которой оно было написано. Вопреки мнению многих, оно не первое из всех остальных посланий, но будучи составлено ранее тех, которые написаны из Рима, оно позднее других, хотя и не всех. Так, оба послания к Коринфянам были отправлены раньше этого. Это видно из того, что он написал в конце послания к римлянам, 15 глава, 25 стих. Он говорит, «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. И если благоугодно, то и доставить некое общение подаяния из Македонии и Ахая. А в послании к Коринфянам, он, говоря о собравшихся нести в Иерусалим подаяния, писал, «Если достойно будет им не идти с ними, то со мной пойдут». Отсюда видно, что когда Павел писал к Коринфянам, его путешествие было еще сомнительно, а когда писал к римлянам, то это было уже решено. Но согласившись с этим, мы должны заключить, что послание к римлянам писано после послания к Коринфянам. А по моему мнению, послание к фессалоникийцам было написано раньше послания к Коринфянам. Написавши предварительно свое послание к первым, он так говорил о милостыне. «А о братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо сами вы научены Богом, чтобы любили друг друга». А потом уже писал к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 9.2. «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Отсюда ясно, что фессалоникийцам говорено было о том прежде. Но хотя послание к римлянам позднее этих, однако оно написано раньше тех, которые отправлены из Рима, он еще не прибыл в город Рим, когда написал это послание. Как открывается и из слов. «Желаю видеть вас, чтобы преподать некое духовное дарование». Римлянам 1.11. И к филиппийцам пишет 4.22. «Приветствуют вас все святые, а наипачи и из Кесарева дома». К евреям писано оттуда же, почему и сказано, что их приветствуют все итальянские. Также и послание к Емофею Павел писал из Рима, находясь в вузах. Даже мне кажется, что оно есть последнее из всех его посланий, как видно и сказано в конце. «Я же становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало» 2 Тимофея 4.6. Всякому же известно, что Павел кончил жизнь в Риме. И послание к Филимону есть также одно из последних, так как Павел написал его в глубокой старости, о чем и сам говорит. Павел старец, а ныне же юзник Иисуса Христа. Ну, конечно, оно написано прежде послания к Колоссянам, что опять видно и сказано в конце послания, так как Павел написал его в глубокой, уже в старости. В послании к Колоссянам он пишет так, 4 Колоссянам 4.7. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат, и верный служитель, и сотрудник в Господе, которого для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». А Нисим же этот был тот самый, о котором Павел написал послание к Хилимону, а не другой, соименно ему, что доказывается именем Архипа, на которого Павел в послании к Хилимону возложил труд ходатайствовать с ним, за Нисимой, которого в послании к Колоссянам он поощряет такими словами. «Скажите Архипу, сохрани служение, которое ты принял, чтобы довершить». 4.17. «Мне еще кажется, что послание к Галатам написано прежде посланием к Римлянам. Если же послание Павла имеет в книгах порядок другой, то это нисколько неудивительно, так как и 12 пророков расположены последовательно в известном порядке книг, хотя по времени они не следуют один за другим. Но разделены между собой большим промежутком времени. Так Агей, Захарий и другие пророчествовали после Иезекииля и Даниила, а многие после Ионы, Сафонии и всех прочих. Однако же в книгах они соединены вместе с теми, от которых так удалены временем». 4.186. «Никто пусть не считает этот труд излишним и не признает такое исследование делом пустого любопытства, потому что время посланий немало содействует нам к объяснению их». Так я замечаю, что Павел к римлянам и колосянам пишет об одном и том же, но не одинаково. К римлянам он пишет с большим снисхождением, когда говорит «изнемогающего вере принимайте без споров о мнениях». Иной думает, что можно есть все, а иной – только овощи. Римлянам 14.1. А к колосянам – о том же. Апостол выражается иначе и с большей свободой. 2.20. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении, не прикасаясь, не вкушаясь, не дотрагиваясь, что все и сливает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Причину такой разности я нахожу ни в чем другом, как в обстоятельствах времени. Вначале следовало быть снисходительным, а после это стало уже не нужно. Можно найти, что Павел и во многих других случаях делал тоже. Так обыкновенно поступают врач и учитель. Врач не одинаково будет оформиться с теми, которые только что заболели, и с теми, которые уже выздоравливают. Равный учитель иначе будет обращаться с детьми, начинающими учиться, и иначе с требующими совершеннейших уроков. Итак, Павел писал послание другим, побуждаемый какой-нибудь причиной и целью. На это он и указывает, говоря к коринфянам, «А о чем вы писали мне?» И Галатам изъясняет то же самое, как в предисловии, так и во всем послании. Для чего же и по какой причине он писал к римлянам? Ведь он ясно свидетельствует о них, что они полны благости, исполнены всякого разумения, и могут иных научить. Итак, для чего же писал он к ним послание? За благодать, говорит, «Данное мне от Бога, которое доверил мне Иисус Христос». Поэтому в начале послания он и сказал, «Должен я по моему усердию и благовествовать и находящимся в Риме». А то, что римляне могут и других научить, это и другое подобное сказано больше в похвалу и поощрении, так как и они имели нужду в исправлении посредством послания. И так как Павел сам еще не был в Риме, то он двумя способами исправляет мужей и полезным писанием и ожиданием его прибытия. Такова была святая душа Павла. Она обнимала всю вселенную и всех заключала в себе, считая родство по Боге самым высшим. Павел всех любил так, как будто бы сам родил их, а лучше сказать, обнаружил любовь больше всякого отца. Такова благодать духа. Она побеждает телесные болезни и создает самую горячую любовь. Особенно же это можно видеть на душе Павла, который, как бы получивший крылья, под воздействием любви неутомимо всех обходил, нигде не медленно и не останавливался. Он знал, что Христос, сказав Петру, любишь ли меня, паси овец моих, указал этим на высочайшую степень любви, и потому сам в избытке обнаружил ее в себе. Итак, мы, соревнуя Павлу, будем назидать, если не весь мир, не целые города и народы, то, по крайней мере, каждый собственный свой дом, свою жену, своих детей, друзей, соседей. И никто пусть не говорит мне, я неискусен и не сведущ. Нет никого более неученого, чем Петр, и более неискусного, чем Павел. Он и сам признается в этом, и не стыдясь, говорит, если я и невежда в слове, но не в разумении. Однако невежда Павел и неученый Петр победили тысячи философов, заставили молчать бесчисленных ораторов, совершивших все это собственным усердием и благодатью Божией. Каково же оправдание найдем для себя мы, когда оказываемся не в состоянии научить и двадцать человек и быть полезными для живущих вместе с нами? Это пустой предлог и пустая отговорка. Немало ученость, немало образованность, но леность и сон препятствуют нам учить. Потому, отрязший этот сон, со всем прилежанием позаботимся о собственных членах, чтобы, наставляя ближних своих страху Божию, мы здесь насладились полным спокойствием и там сделались участниками бесчисленных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.